В начале скажите, что по вашему мнению с вами не так? Какие у вас отношения с матерью? Какую роль занимает одобрение вашего окружения в ваших эротических фантазиях? Тут никого нет, если что, и это хорошо. То есть мне эти три вопроса было придумать тяжело, я не смог не скатиться в классической. Что у вас там с матерью? Мистер Неуместность, плохой психолог из страшных баек. Честно, мне бы дали тесты рожих, я бы с ними весь день развлекался. И смотрите, что у вас случилось, это развлекательный проект. Но нюансы психологического состояния, это не шутка. У меня, например, навязчивые компульсии, но я не иду их прорабатывать комиком. Даже если их трое, они сидят на веселых табуретках в теплой ламповой атмосфере. В психологических вопросах лучше довериться опытным профессионалам, с бережным отношением к вашим личным границам и комфорту. Поэтому я рад рассказать вам о нашем партнере. В сервисе, подборы и онлайн-консультации с психологами ясно. Для того, чтобы обратиться за поддержкой или помощью в ответах на психологические вопросы, достаточно при регистрации на сайте или в приложении как для iOS, так и для Android, указать причину ваших беспокойств. И сервис сам подберет специалист под ваш запрос, из которых вы выберете наиболее подходящего именно для вас. Дату и время сессии вы выбираете сами. Не надо никуда ехать и заранее выходить. Все сессии проходят на видеохостинге Ясно.Лайв. Каждый специалист, который в итоге получает возможность предоставлять сервис, проходит предварительный строгий отбор. А все сессии строго же конфиденциальны, потому что для Ясно в приоритете комфорт и безопасность своих клиентов. Цена остается неизменной. 2850 рублей за 50-минутную консультацию, что дешевле большинства оффлайн-сессий. И кроме этого, у нас есть промокод «Береги кулак», который, введенный при регистрации, дает дополнительную 20-процентную скидку на первую сессию, тем самым еще понижая порог для того, чтобы перестать наконец откладывать свои проблемы и обратиться к специалисту. Все рекомендации, которые комики дают в этом видео, носят исключительно дружеский и комедийный характер. Если у вас проблемы, обязательно обратитесь за помощью к специалисту. О, вот! Ничего себе, ребята! Ну, добр? Ребята! А еще Богдан прыгнет и даст толпу. Добрый вечер! Добрый вечер! После таких аплодисментов мы всегда так хотим сказать. Добрый вечер всем любителям «Что у вас случилось?». Вы на шоу «Что у вас случилось?», где мы будем разбирать ваши психологические проблемы. Мы будем усугублять местами? Ну, возможно. Местами. Да, я немал... Я для этого. Мне кажется, мы больше все равно усугубляем. Конечно, давайте отбросим юмор. Усугубляем. Да, реально, дай бог, чтобы вы вышли в ноль, то есть ушли с той же травмой, с которой пришли все, да? Поднимите, пожалуйста, руку. Кто-то готов рассказать? О, сколько больных людей. Слава богу! Травмикат, слава богу, столько проблем. Ребята, вы наш хлебушек. Давайте, давай. Да, а можно с мужчины начать? Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня Роман зовут. Роман, расскажите, пожалуйста, вашу проблему. Моя проблема заключается в следующем. Мне все детство, мои родители, ну, в основном мама в первую очередь, на все мои вопросы говорила, что денег нет. Я ей поверил, и вот в итоге мне 37 лет, как бы, ну, у меня что-то есть, что-то хорошо, но денег нет. Да, на все вопросы там. И ты думаешь, проблема в маме? В моем доверии, может быть. Ты сразу начал рыться в детстве, правильно? Да, я упал, спрашиваю. Когда проблема скорее в настоящем. Ну, может быть, да, моя безответственность. Я просто у папы спрашивал, он говорит, что они все нормально. А у папы деньги есть? А у папы были. Были. А у папы были. Нет денег у человека. Но спрашивал у папы, говорит, что есть. Папа говорит, проблема в маме. Не, папа-мама защищает. То есть, слово «купить» для меня – это страшное слово. А слово «заработать»? Я туда даже не лазил. До такого я и не доходил. Может, поинтересуемся, сколько денег есть у тебя сейчас? С собой. С собой. Сколько у тебя сегодня денег? С собой. Ну, учти, надо будет показать. А то мы тут слышали, у меня 17 тысяч рублей с собой. Пару тысяч, не больше. Пару тысяч, не больше. Пару тысяч. Ну, это есть деньги, вообще-то. Ну, да. На сегодня. Но ты живешь одним днем. Это тоже надо отметить. Если бы вы сказали, давай что-нибудь купим, я бы сказал, нет. Понял, не буду обращаться к тебе. Это единственный 37-летний мужчина, у которого карманные деньги. Понимаете? Блин, да у меня так два кэса до понедельника. А кем вы работаете? Бизнес-такси. Бизнес-такси? Блин, давайте позовем его сюда. Я хочу поговорить с ним лицом к лицу. А не лицом с затылком. А я еще, знаете, понял по вот этому вот. Добрый вечер. Это точно персонаж для... Я хотел бы с ним поработать. Да? Да. Но, возможно, Костя, это твой гость будет. Мой гость, блин. У тебя будет тоже право выбрать. О! Но и Лиза его может выбрать. Нет, мы можем... Давайте просто еще несколько историй высушим, и мы просто распределим... То есть я не смею у Кости забирать вот так гость и просто уводить таксиста из-под носа. Нет, нет. Все, мы скоро выходим. Да, да. Только давайте это не будет рандеву. Да? Давайте все-таки втроем ему поможем. Так сказать, полное такси у нас будет. Да, да. И попросим кресло вот туда повернуть, чтобы нам было комфортно. Лицо в камерной. Возможно, ему будет комфортно. Нашу валеную компетенциальность соблюсти. Блин, ну в его случае с вами таксист бизнес-класса, то есть, возможно, наоборот, надо лицом повернуть, потому что по затылку его могут узнать, вы понимаете? Он меня вез! А поднимите еще раз руки. Вот давайте девчонкам сзади, да. Да, давай, да. Привет. 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 Я Юля. И, в общем, это немножко чернушная история. Три года назад у меня на моих руках умерла моя тетя, и это было первое столкновение со смертью вообще, в принципе. Я до сих пор не совсем адекватно воспринимаю, типа, вообще смертность человеческую, потому что я не могу ездить к бабушке и дедушке, потому что я думаю, я проснусь утром, а дедушка умер, что мне делать? Ай-яй-яй. Вот, в общем, проблема такая, что я не могу принять окончательно смертность человеческую. История вообще дурацкая, стрёмная и нехорошая, но если что, у меня даже есть шутка в эту тему. А пожалуйста, а это стендап-клуб. Да, надо. Можешь проверить. Хорошо, что шутка будет не от нас сейчас. Да, да, да. Итак, можно услышать шутку? Ага. Ну, мою тетю звали Надя, и я говорю, что Надежда умирает последней, но в моей семье она умерла первой. Первой. Да, вот. Я просто такая типа Е. Да. Такая типа Е. Какая радость. Главное, чтобы бабушка Вера осталась. Да. К сожалению, ее нет. Я, во-первых, смотри, думаю, уже хорошо, что ты проверила шутку. Да. Спасибо. Как минимум, стендап-клуб помог тебе проверить. И достаточно... Да, реально, как-то напомню, ты уже осталась как племянница, пока не очень. В принципе, я не вижу ничего страшного в шутках про смерть, потому что это, ну, естественно, процесс, в конце концов. Во. Видишь, ты сама себе помогаешь уже. Самое главное, что она дает надежду. Да. А, да. Извините, я тупая очень. Если бы я себе думал новую надежду. Так. Блин. Чего тебе? Не чокайся. Видите, кстати, там черная штора. Там зеркало было, мы завесили. Да. Блин, какие мы суки. Господи, как хорошо. Да, да. Чувствуете? И страшно, и хочется. Поехали. Еще, ребята, кто хотел там... Вот, рядом... Здравствуйте. Здравствуйте. Я Лера. И у меня, значит, проблема такого характера. Я подозреваю, что у меня аутизм, но я очень боюсь говорить об этом маме, поэтому я не хожу к врачу, чтобы ее не расстраивать сильно. А как это проявляется? Ну, что ты думаешь, что это аутизм? Во-первых, я обожаю числа. Любые числа. Я знаю числа всех CVV-кодов моих друзей. Ну, это приятный вопрос. Это воровство, это не аутизм. Это очень хорошее знание. Да. Может, ты математик. Если бы. Я не умею общаться с людьми. И не умею правильно строить предложения. Пока все, по-моему, хорошо. Пока лучше, чем у меня получается. Я очень стараюсь. Я сейчас, как мне кажется, в потрясающей форме. Возможно, она просто это заучила. Когда мы ее вызовем, да. Давай просто сейчас проверим. Ответь на вопрос. Как тебе погода сегодня? Потрясающе. Это не предложение, пока непонятно. Она боится развертывать. А как твое полное имя? Валерия. Ты задал вопрос, какое твое полное имя, чтобы услышать предложение? Ну, хорошо, я не прав. Я тоже проверю. Слушайте, мне кажется, вообще, это, опять же, интересно для нас гость. Потому что было бы прикольно, если бы на этом шоу мы вылечили аутизм. А если еще и тетя? Две счастливых семьи. Да, если тетя еще воскреснет. Про это, да? Да, и по итогу, представьте, обидно, если мы единственное, кому не поможем, это человеку, у которого с деньгами проблемы. Но если что, там вот наша подруга знает все CVC-коды, карты ее друзей. Подожди, а ты, то есть получается, это то, что ты сама себе диагностировала, но ты еще пока не ходил ни к какому специалисту? Давай услышим, какие признаки у аутизма ты в себе видишь? Неумение общаться, зависимость от всяких чисел, дат и прочего. У меня очень странные фиксации на всяких предметах. Я могу коллекционировать, что ни попадя. CVC-коды, например, мне прям в кайф. Могу ловить фиксацию... Просто ты, может, не в курсе, но аутизм это болезнь. Какие минусы? Стереотипное мышление. Мышление того, что, типа, есть только хорошее, есть только плохое. Это обычные люди. Это вот и просто еще юна. Я прям пограничная это. А, ты пограничник. А ты не думала, что это... Видишь, я тупее тебя и вообще не комплексую. Возникло в голове пограничник, скажи. Прикольно, если мы сможем убедить ее, что ты не аутист, а пограничник. Так решим проблему. Можете вкратце в одном предложении сформулировать? Возвращаясь к основному вопросу, я работаю при всем при этом. Я всегда работаю. Да. И зарабатываю, и деньги у меня... Есть. Он боится этого слова. У меня двое детей, жена, то есть я семейный человек, с родителями не живу там давно. В общем, проблемы заключаются с тратой денег. Вам сложно расставаться с деньгами. Да. Правильно? Вам сложно расставаться с деньгами. Да. Мы можем вам помочь. Давайте сюда деньги. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Давайте под аплодисменты попросим взять деньги. Поможем. Да, да, да. Поможем человеку потихонечку. Не надо сразу все давать. Конечно, страшно все. Вот, конечно, у вас то есть либо все, либо ничего. Да? Давайте по чуть-чуть. Не переживайте. Просто задопланительную работу. Да. Давайте попробуем. Итак, вы даете... Ну, кто так дает деньги? Роман. Ну, я никакой щедрости не почувствовал. Попробуйте еще раз. Это знаете, так дают, обычно говорят, передайте за проезд. Просто... Мне не в бизнес такси нет этого. Мне выпрямись. Вот. Спасибо. Так. Вау! 100 рублей! Ничего себе! Спасибо. Я принимаю. Да. Да, можно поделиться. Можно. Вот, смотрите, как сразу видно жадного человека. По 100 рублей нам с Коси и 50, Богдан. Я специально убрал, чтобы не позориться перед вами. У меня тоже 100 там лежит. Ой, Богдан, а можешь мне 100 рублей по 50 разменять? Ой. Как жаль, у тебя всего 50. У меня всего 50, но у меня... Так, ну... Да теперь объясните свой поступок. Давайте сначала с ощущений. Что вы сейчас чувствуете? Ну, как-то классно, кстати. Классно? Вам понравилось? Да, да. Вы чувствуете? Вы чувствуете какую-то уже власть над нами? Такой, станцуете. Увестиции, да. Можно сказать, потанцуйте чуть-чуть. Чувствуете какое-то высвобождение чего-то? Ну, легкость какая-то. Легкость. Вас, в принципе, деньги душат. Понимаете? Ваша проблема... Вам вообще, на самом деле, вот как появляются деньги, да, сразу отдавайте их. То есть, если хотите быть уверенным в источнике дальнейшего траты, их можете отдавать нам, да? Мы все оставим свои номера карт. Да. Девушка подскажет с CVV. То есть, мы все сделаем, да. Да, потому что вот сейчас я почувствовал, что как будто бы вот взяв эти деньги, да, я делаю лучше человеку. И мне лучше. Да. Мы как будто друг другу помогаем. Да. Да, потому что у нас была обратная проблема. Мы не могли брать деньги, но сейчас на ваши глаза... Я не умел зарабатывать деньги, но поняв сейчас, как это легко, я с вами всегда буду. Блин, вообще, ну Костя так это все перегранно провернул. Я вообще, я начала узнавать этот голос. Я нашла, мне звонил как-то голос Костя и говорил, алло, здравствуйте, я сотрудник Сбербанка. Ваш, вас деньги тяготят. Блин, ну, не знаю. А что вот у вас там вот в черном вот этом? Есть ли там еще, в смысле? Ну, вы готовы еще кружочек сделать? Да можно. Да можно? Так давайте попробуем. Если вам это доставляет удовольствие, нам это доставляет удовольствие. Я человеку хочу помочь. Да-да, я их вот так вот порву и выкину уже на заднем дворе. Мне сейчас их главное от вас получить. Да. О, доллары. Что, доллары? Ну, давайте. Доллары. Нет, ну, нет. Давайте. Нет, ну, это что? Все? Это что? Да пизделось. Так, где феминистка? Ненавидит лучше? 100 рублей. А я... Да. А что вы рады здесь сидите? Вы курс доллара видели, а? Сидят. Слушай, нет. Два доллара, это сколько? Это 15 рублей? Я тебе скажу, непонятно. Непонятно, когда выйдет этот выпуск. Согласен. Сейчас это больше как будто из банка приколов. Но посмотрим, да. Посмотрим через год. Нет, ну, слушайте. Но это инвестиция уже. Да, но вы чувствуете, что второй раз это было гораздо легче? Да, и проще. А тебе было легче второй раз отдавать? Второй раз отдавать. Нет, первый легче был. Ты что-то погрустнел. Да, потому что второй раз это были последние. Не сорвали ли мы резьбу? Да. Нет, тоже не слишком ли резко. Да. Расскажите сейчас, потому что сейчас, по-моему, вот сейчас мы доходим до проблемы. Что сейчас чувствуете себя? Как? Сейчас как ощущение? С тем пониманием, что ту сумму, которую вы нам отдали, вы могли купить билет жене. Не, ну, пока доедет, я еще заработаю. Вот. 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 Мы дали тебе возможность. Мы дали тебе удочку. Да, давай. Давай еще раз проговорим. Я отдаю деньги. Ничего страшного. Я? Я отдаю деньги. Ничего страшного. Я? Я заработаю еще. Да. Вот. Ты молодец. Ты молодец, Роман. Красавчик. Я думал, я думал, Рома сейчас к карману набросится. Ну ладно, пошутили и хватит. А представляете, если вот сейчас мы все вот так вот здесь в ажиотаже сидим, и Роман выходит из клуба такой, господи, что я наделал? Мне дома такая пизда. Жена спросит, дай-ка мне два доллара. Я хочу на них посмотреть. Роман, мы помогли вам? Да. Спасибо. Ну, наконец-то. Наконец-то. Все, спасибо. И мы узнали, что у Романа... Случилось. Класс. Спасибо, Рома. Спасибо вам. Да, пожалуйста, представьтесь. Привет, меня зовут Аня. Привет. У меня проблема, что... Мне очень грустно, что все парни меня воспринимают, как своего какого-то другана, кореша, вот что-то такое. Да не парься. Да. А как бы ты хотела? Как бы ты хотела? Ну, наверное, в каком-то романтическом плане. Как шлюху? Это романтика? Это шоковая терапия. Я тебе сначала сказал друган, и потом гость... Обговариваем крайности, так сказать. Это контрастный душ. Да, реально, потому что неприятно, когда ты с пятью парнями переспала, а все еще братан. Братан, займи денег. А поподробнее, может быть, есть какой-то конкретный случай, когда ты такая испытывала чувство к парню, он такой, ха, да ты что, Аня, мы дружим? Ну, есть один пример. Мы сидели втроем, я, моя подруга и еще один друг, и они обсуждали момент, когда он приоткрыл ей дверь в такси и помог донести пакеты. А я в шутку обиделась, такая, что ты мне так не делал? Он такой, дааа, и ударил меня по плечу. И я потерял сознание. Ну, и это всю жизнь продолжается. Нету ощущения, что меня воспринимают как девушку. А как, прошу прощения, ты себя ведешь в компании? Ну, то есть ты тоже, ну, как, ты даешь повод так считать? Ну, то есть, типа, да чего ты сам-то, нет? Или ты ведешь себя достаточно так, чтобы для тебя странно, что к тебе обращаются, как к братану? Ну, 50 на 50. Я не скажу, что я прям супер женственная. Вот тебе 50, расскажи. Который братан. Ты была в отношениях? Да, да, да. То есть, получается, есть... То есть, получается, не всегда все-таки братан? Или это был инцест? Давайте. Ребят, ну с братом. Выпишешь за это? Ну, понял, брат. Так, еще кто хотел? Да, вот девушка. Привет, меня зовут Марья. У меня такая проблема. Ну, это не совсем проблема, что мы 15 лет вместе с моим мужем, но мы 16 лет, собственно, вместе. И я думаю о том, что, может быть, к 40 годам у нас будет это тяготить. И предложил ему полиаморные отношения, типа, может быть, нам попробовать. Но что-то он против. И вот, не знаю, может быть, я... Он вроде бы, а я уже начала трахаться. Получается... Не, я сначала изменил, а потом такой... Как ты на полиаморию смотришь? До вчерашнего дня. Нет, сука. Как ты смотришь на то, чтобы оформить полиаморию задним числом? Ну вот, чтобы такого как раз не было, что лучше договориться. Мы видели, как Костя решал проблему человека жадного. Да. Мы же, что, реально вызываем человека, у которого проблема с полиаморными отношениями? Ребят, ну а что, мы помогать не хотим, что ли? А можешь рассказать чуть-чуть подробнее вообще, в чем суть проблемы? Ну, суть проблемы в том, что у нас, по сути, у обоих, это первое отношение, у нас вообще такая суперслащавая история знакомства. Мы познакомились на выпускном в школе. О-о-о-о. И да, и при этом мы учились в параллельных классах. Блин, какой недружный класс. Вот, я ненавидела его класс, потому что они все были мажоры, и мы с ними не общались, и познакомились с ним. То есть я подумала, что, ну, с кем-то надо затусить на выпускном, причем мы оба не собирались идти на выпускной. Я в последний момент решила, там, типа, заплатила деньги, чтобы, ну, там, за все вот это хорошее. Как будто из голливудского фильма. Да-да-да, он чемпион по локросу. Мне даже неловко рассказывать эту историю, потому что она какая-то прям суперслащавая. И я такая решила, что надо найти парня, с которым потусить в выпускной, ну, потанцевать просто. И увидела парня, думаю, ладно, я его не знаю, потому что все, кого я знала, мне не нравились. И такая, ну, давай с ним познакомлюсь, типа, пообщаюсь. И решила, что все, больше я с ним общаться не буду, ну, все, мы разошлись. Вот, а он решил немножко иначе, начал со мной общаться, и, собственно, вот, 15 лет мы вместе. Так, и проблема, какая проблема? Ну, на самом деле проблема в том, что я боюсь, что вот мы будем, там, не знаю, старенькие такие. Такие, блин, мы ничего не попробовали, у меня все друзья такие, вот, у меня там такая история, такая история. Знаете, как это, как я встретила вашу маму, типа, а я не могу рассказывать историю, потому что все понимают, про кого эти истории. Ну, типа, там, был у меня один парнишка. Да. Вот. Они такие, да ты, это муж твой, хватит его называть одним парнишкой, да? Да, была у меня пикантная история, какая нахрен пикантная история, это было с мужем, неинтересно. На самом деле у меня еще, ну, у меня есть такой страх, что, а вдруг он согласится на поле о море, и найдет себе девушку, и уйдет к ней. То есть, ну, тут такая... Ну, это уже такая рулетка, да. Просто я думаю, что, а вдруг, он такой, блин, это я все время с ней был, привык, а оказывается, есть девушки лучше. Ну, а ты как? Так ты, походу, не полностью хочешь принять правила игры в поле о море. Вот, да, вот, да. Ты хочешь ее со своей стороны принять, а он как будто... Ты же, понятно, никого не полюбишь. В идеале, да, я думаю, что было бы классно, если бы у меня были романтические отношения, он бы сидел дома. О, так кончено. Но я боюсь, на это он точно не пойдет. Вот тебе бабка Юрия в день. Я вот так Мария называю. Да, да. Ну, ты... Может, просто... Футы-нуты. Ну, вот ходить на свидания, например, я не знаю, что такое тиндер, потому что, когда мы познакомились, тиндера еще не было. И мне говорят, вот, там тиндер-то, я не знаю, что это такое. Так это же не так важно, но я, например, не рада в жизни не была в тиндере. Это типа госуслуг. Да, но это просто какой-то новый опыт, которого... Ну, вот у меня ощущение, что я теряю какое-то большое количество разного опыта, которое я могла бы получить. Да, да, ты теряешь. Да. Жизнь, жизнь вот она. Жизнь очень короткая, ты теряешь. Мария пока. Не теряй время, не теряй время. Уходит. Надо тебе... Ты, на самом деле, чуть-чуть уже подошла к решению вопроса, да? Ты просто боишься это сделать. Просто можешь пока ему не говори первое время. Дай ему пока самой определиться. Ну, вообще, желание измены, это же нормальное желание. То есть все люди в отношениях думают или фантазируют о ком-то другом. И здесь только разница в том, насколько сильно у тебя это желание. Насколько сильно это желание. То есть, по сути, вы перейдете в полиаморные отношения. А если он не сказал сразу да, то, видимо, для него это проблема. И если даже ты его уговоришь, это будет для него, может быть, травматичным. Или это какой-то будет компромисс. То есть, явно, он не такой человек, который хочет полиаморные отношения. То есть, скорее всего, это разрушит ваши отношения. Здесь ему нужно просто взвесить. Ты вообще... Ну, то есть, любишь ли ты этого человека? Твое желание попробовать с другими людьми, оно чем обусловлено? Тем, что общество говорит, что общество все время рассказывает какие-то истории сексуального опыта. Боится, что составится, а вспомнить нечего. Да, бабки, они обычно и сетуют, что вот мало половых партнеров у них было. Да-да-да. Поэтому и называют всех проститутками. Ну, у меня отдельная еще проблема в том, что я сценаристская писательница, поэтому мне еще, ну, мне нужны как бы новые впечатления. И, ну, я не могу, например, вот мы обсуждаем с моей коллегой, типа... Мария, у нас тут консилиум произошел. С врачами, и у Кости есть один вердикт. По-моему, она хочет потрахаться. Не знаю, сейчас сказать не буду. Это предложение? А ты это... Да, она хочет потрахаться. Ну, в целом, у меня муж сейчас в Ереване, поэтому, может быть, мне грустно без него. Все! Господи... Все. А ты бисексуальна? К сожалению, нет. Да, это от 100, реально. Как тяжело. Вот, знаете, я не представляю, как в России живут люди гетеросексуальные. Правда. Прям бррр. Ну, она бедняшка, что ли? Ну, я больше не живу в России, поэтому у меня не такая проблема. А ты в курсе, где ты? Возможно, ты гетеросексуальна, но дереализована. Это я уж на опыте с прошлых чувств, ты тоже хватаешь. Это значит, в России. Россия – это страна достаточно... Возможно. Не знаю, я бы сказал, что Россия – это страна возможностей. Кстати, я правильно понимаю, ты из России переехала в Ереван с мужем. Да. То есть, по сути, ты изменила родине. То есть, измена для тебя нормальное дело, правильно? Но есть же до того, как начать полиаморные отношения или изменять человека, есть же еще куча вещей, которые нужно попробовать, чтобы разнообразить вашу сексуальную жизнь. То есть, есть вообще масса всего. Есть ролевые игры, секс-игрушки, все, что вообще делают люди в отношениях, которые долгое время вместе. Мы 15 лет в отношениях, мы очень много чего пробовали. Они что-то много пробовали уже. А может, просто игрушки? Да. Возможно, вы где-то в детстве из-за того, что ран начали встречать, не доиграли во дворе, допустим. Просто в песочнице повозиться иногда. Ну, согласись же, мимо идешь такая. Почему этим детям можно, а я в песочнице играли? Ну, вообще все, в песочнице нет, не играли. О чем мы сейчас разговариваем? Мы каких-то базовых вещей не сделаем. Вопрос серьезный. Вопрос серьезный. Мария, ну скажи, что-то тебе помог какой-то совет? Что-то было. Что-то было? Мария, тогда... У меня есть целый список, я просто по нему попробую. Начнем с того, что я оторву его от компьютера, скажу так, серьезный разговор, смотри, это шоу, ты все узнаешь. Да, да. А, вот ты использовал этот манипулятор. Правильно. Так, ну, получается, мы узнали, что у Марии... Случилось. Мария, спасибо тебе большое. Спасибо. Классная история, да. Ну, проблемки. Слушай, мне кажется, мы постепенно, люди сами понимают, что проблемы отпадают сюда, видят, как мы ее решаем. Да, мы говорим, давай нормальную какую-то. О, ты что, созрел? А можешь сюда микрофон от парня в свитере? Добрый вечер, дорогие зрители и комики. Дело в том, что я ведущий на дне города, и меня это уже, ну, заколебало. Добрый вечер. Меня зовут Ваня. Ваня. Моя проблема заключается... А лет тебе сколько, Ваня? Лет? Мне 21 год. Не выгляжу, да? Выглядишь? Вот прям я и хотел спросить, тебе 21? Моя проблема заключается в том, что я из регулиозной семьи. Не просто регулиозной, а я сын священника. Угу. Вот. Католического? Нет, нет, нет. Слава Богу, мы можем дальше слушать, давай. Блин, я бы разговариваю. И проблема заключается в общении с отцом. С отцом, с матушкой, с батюшкой. Матушка. Братьями и сестрами. Нас семь в семье, кстати. Собственно, бывает мы... Да, современно. Редко собираемся, там, дни рождения, естественно, Рождество, Пасха, престольные праздники. Как же без них? Вот. И когда мы сидим за столом, допустим, мы в основном молчим и едим. И если... Ну а что, это такое правило? Заходят какие-то разговоры, то там папа может сказать, вот у нас вкус вилл появился в городе. Хороший магазин, продукты неплохие. И как бы вставили... Халяль. А ты зачем пришел сюда своей интеграцией нам? Вот вкус вилл, неплохой магазин, хороший. Наименование продуктов все есть. Все свежее, чистое. Вот. И суть в том, что даже вставить нечего. Мы сидим, молчим. И бывает, ну, хочется, не знаю, что-то пошутить, не знаю, что-то сказать. А вот казус внутренний. Отец священник и отношение к нему не сколько к папе, а сколько к святому отцу, так сказать. Ну а был лицидент, когда я какую-нибудь такую шуточку за столом опустил, а он такой, ты что, покайся? Нет, такого не было. Я обычно молчу. Ты боишься выпустить из себя некую темную материю, правильно? Ну, ну. Лешего. Чуть-чуть отца. Возможно, да, это так. Мне кажется, тут больше речь про дистанцию в отношении с отцом, нет? Нет, 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 это про темную материю. Я чувствую. Я бы в таких вещах доверял. Как скажешь, Костя. Да, да, я чувствую ее. Ну вот, допустим, тоже такая вот история немного тяжелая. Мне было, я был в шестом классе, ну, я, как там, все ребята посмотрел, спорные. Да, подрочил, нормально. Ну, да. А что такого? Ну да, ничего такого. Да. Но не в православной семье. Но ты же не... Ты же не ему подрочил, ты себе подрочил. Собственно, папа посмотрел истории, позвал меня и дал мне леща конкретного такого. Ну, как эта история продолжилась? Это же надо исповедовать, все. Вот, я исповедовался, и это как-то разнеслось вообще по храму, и вот, следующее воскресенье. А вот и он. Извращенец. Ты стал популярным? Ну, да. Собственно, и еще папа бывает, он иногда добавляет, когда что-то мы бывает чуть-чуть общаемся на какие-то темы, он говорит, ну, Вань, ты же знаешь, что что? Я могу. Рука у меня еще крепкая. Подожди, подожди, про что он говорит? Да я, я либо что-то пропустил. Он тебе, подожди, он мне говорит, рука у меня еще крепкая, я могу, это про что? Это про удар по лесу, а не про дрочку. Про лесу. Да, да, проблема заключается в том, что хочется как-то более раскрепоченно, что ли, с родителями общаться, как-то по-человечески, а не про политику, про еду и про все. А ты пробовал дрочить во вкус Вилли? Чтобы как-то объединить интересы твои и интересы отца. Чтобы вы хоть там пересекались. Давайте экспресс-помощь. Надо все-таки отец, он в первую очередь мужчина, и мне кажется, надо призвать его к тому, чтобы ты должен сам найти свой путь. Если ты ошибешься, значит ошибешься. православие прощает ошибки. Насколько я знаю. В этом фишка православия прощать. Поэтому, мне кажется, тебе надо пойти и пойти по зову своих вот этих вот позывов. Все, что хочется, сделай, а потом, в любом случае, у тебя отец, батюшка, так исповедуешься прямо дома. Можно с этого края спросить тут девушку рук тебя. Всем здравствуйте, меня зовут Аня, и у меня такая проблема. С тех пор, как я погрузилась в мир феминизма, я поняла, что я ненавижу мужчин, и я не знаю, что мне с тем делать. О-о-о! О-о-о! Блин, как будто бы, знаешь, так вкусно хочется слюнявчик надеть и приступить. Здравствуйте. 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 Можете вкратце еще раз напомнить? А как вас зовут? Меня зовут Аня. Аня. Я думаю, что я неправильно выразилась, я не то, чтобы их ненавижу. Все, вы свободны. Я их скорее опасаюсь и немножко недолюбливаю. Да. И это искренне для меня проблема, потому что я не понимаю, что мне с этим делать. Угу. Простить отца. Так-так-так, простить отца? Ну, говорят, что ненавидность к мужчинам идет из-за отца. Давай-ка пороемся в отце. Давай, простим папку. Что он? Расскажи, что сделал отец? Отец? Я думаю, что он любил мою сестру больше, чем меня, потому что она красивее. Это чего это так? Он сам говорил. Он говорил, Оля у нас красивая, а Аня умная. Он так и говорил, Оля у нас красивая, потому что я любил ее больше, чем тебя. Да. То есть на этом фоне вы, наверное, у вас появился протест, в принципе, вы увидели в отце всех мужчин. Ну, знаете, как будто бы все мужчины в моей жизни немножечко меня разочаровывали. Такое ощущение, как будто бы они все хотят только заняться сексом, а не быть моими друзьями, например. О, у нас есть. Как в хорошей компьютерной игре сложилось. А ты в отношениях? Нет. А давно, последний раз были отношения? Не было. Не было отношений никогда? Ну, а ты, у тебя, ты, в принципе, себя как определяешь, что гендер какой? Женщина. Ты женщина? У меня вагина. Да, у тебя вагина. Это надо, ну... Доказывать не надо. Никакое несовременное суждение. Я женщина, у меня вагина. Мы в 2022 году. Нет, а имя седо, ты бисексуалка. Я бисексуал. Бисексуалка, да? А если считают, что ты ненавидишь мужчин, ты скорее лесбиянка. Или все-таки отдаешь все-таки вероятность, что кто-то когда-то растопит твою травму? Ну, как будто бы я надеюсь, иногда однажды, если будет какой-то супербогатый и крутой чувак. Но, скорее всего, так оно не будет. Ага, супербогатый. Не будет, почему? Ну, я думаю, что богатые мужчины, они плохие люди в основном. Но тебя возбуждает богатство. Да, а вас? Меня? Ты же видел, как Костя забирал деньги у Романа? Знаете, Роман, могу вам свой номерок дать. Зачем все бабки его у нас уже? Да. Меня, кстати, возбуждает бедность. Я богат. Интересно. Но мы зацепились, видите, что у девушки все-таки есть влечение к богатству, но она видит в этом некую ограниченность, некую, как вы сказали, они злые, да, богатые, как правило, алчные. Ну, мне кажется, что они в основном добиваются своих богатств плохими путями. Да. Эксплуатируя женщин. Эксплуатируя женщин. И так и зарабатывают, да? Ты думаешь, что все богатые люди – сутенеры? Ну, например. А сколько тебе лет? 20. Это почти нисколько. Может, проработаем какой-то минус мужской, который прямо вот тебя… Да. Что тебе максимально отторгает мужчина? Что тебе не нравится в них? Наверное, то, что они воспринимают меня только как сексуальный объект. Ну… А как ты это выбила? Они мне об этом говорят. Прямо так… Смотри, вот на диване два мужчины пока ноль раз было произнесено. Да. Подразумевалось, да, но произнесено вообще ни разу. Да. Я вообще тебя не воспринимаю как сексуальный объект, потому что ты субъект. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, лучше? Определенно. Понятно, то есть уже чувствуете, да? Прорабатываю. Да, уже начинаем. Процесс пошел. Порабатываем, чувствую, чувствую. Пошла водичка. Не знаю, вот смотри, вот ты разговариваешь сейчас, и я вижу, что у тебя есть какая-то маска флирта. То есть ты как будто сидишь, и ты уже привыкла разговаривать, как будто ты флиртуешь. В целом твой образ, ты одета сексуально. Да, у тебя еще рукой ты делаешь вот так вот. То есть ты как будто бы заказываешь что-то в мартинице. Видишь так, что ты сидишь, у тебя есть некая маска, которая дает тебя воспринимать как сексуальный объект, но не дает чуть-чуть глубже проникнуть вот там, где ты, вот эта девчонка, которая просто, в которую влюбиться. То есть, скорее всего, ты просто дальше не продолжала общаться, потому что сама отталкиваешь человека на этапе того, когда он воспринимает тебя сексуальным объектом. А это вообще нормально, потому что когда два человека встречаются, они только что друг друга видят, они, мне кажется, первое, что делают, это сканируют друг друга на предмет сексуального объекта. И только потом они там уже решают, мы друзья, или мы строим отношения, или что-то. Но первый инстинкт – это вот подходишь ли ты мне как сексуальный объект. что он является супернормой. Нет, я с этим полностью согласна. Да? Тебе подходит как сексуальный объект, как ты думаешь? Ты точно об этом подумала, раз ты так говоришь? Ну, я вижу красивую девушку, очаровательную, но это не мой вкус. Но ты прекрасная, очаровательная. Благодарю. Ну, в смысле, это вообще просто, просто мне как сексуальный объект не подходит. Понял, понял. Не настраиваю. Ну, спасибо, что вытащили это из меня и создали максимально много неловкости. Проблема. А тебе, Кость, подходит как сексуальный объект? Блин. Блин. Ну что? Я сегодня ночью буду плакать в подушку. Блин, это хорошо, что человек пришел к нам с проблемой, что все хотят, и вот мы показываем наглядно, как никто тебя не хочет. Очнись. Смотри, уже два человека на этом диване. Вообще не хочется. Ты знаешь, я бы с тобой дружил. Может, попробовать закрыть чебя еще чуть-чуть, то есть еще чуть-чуть спрятать свою сексуальность. Ты не пробовала одеваться менее хорошо? Это что, сладшейминг? Что, мне уйти? Третий раз вот это вот. Все незнакомые слова на себя воспринимают. Правда, мне тоже просто так интересно, что действительно как будто бы из тебя идет вот эта вот сексуальная энергия, и ты как будто бы не хочешь, чтобы она шла, так ты выключи ее. То есть, если не хочешь, чтобы водичка текла, закрой кран. Да, просто ты действительно можешь вызывать, если тебе не нравится, что ты вызываешь сексуальные эмоции, чуть-чуть прикройся. Ну, это звучит как? Плохо? Нет, вообще супер. По-моему, нет тоже. Ну, изначально я вообще хотела поговорить про то, что... Блин, у меня зубы залечить. Знаешь, там сейчас... Вообще, у меня зубы залечить не менее. Есть, когда в Москве цены, блядь, вы видели? Не, о чем? Так, Ань. Ну, о том, что я не знаю, как избавиться чувства неприязни к мужчинам. Так это очень просто. Вообще, вот у меня есть друзья, парни, которых я люблю, как друзей. Есть парни, с которыми я встречалась, которых я любила, как парней. И это все очень просто. Есть парни, которых я не выношу просто как врагов. То есть я просто... Ну, то есть он же не делится мир на черное и белое. Ты просто видишь людей. И ты, например, то есть я, например, могу в течение какого-то долгого времени не встречать хороших парней, но я не разочаровываюсь в том, что все парни плохие. Я просто вот в какой-то период времени так сложилась, что, может, я какую-то энергию излучаю, что притягиваю таких людей. Либо так совпали обстоятельства, что я вот встретила столько, ну, неприятных мне парней. Но вот так, чтобы обобщать, что все парни, они плохие или хотят только секс, ну, это же точно не так. Да. Нет, я это понимаю, но как будто бы... Но ты сможешь это ощутить, как только ты откроешься парню, который будет... То есть для того, чтобы ощутить по-другому, тебе нужно чуть-чуть в себе поменять. То есть ты должна излучать что-то, и ты тут же встретишь и откроешь в человеке хорошее, понимаешь? То есть если ты флиртуешь, и если ты разговариваешь флиртом, то ты в человеке открываешь желание заниматься сексом. Как только ты становишься нежной, трепетной девочкой, ты сразу же в человеке открываешь желание влюбиться в тебя. Как только ты друг, ты сразу открываешь в человеке желание дружить с тобой. Как только ты с лопаточкой. Тут все понятно. Да. Я не знаю, может мне мужчин искать песочницу? Я эту красную линию веду, но будет с первого года. Да, да, да. Вообще, ты понимаешь, ну, может тебе попробовать надо мужчин, которые, знаешь, постарше, да? То есть мужчины постарше, они меньше хотят. Понимаешь? То есть, и тем, возможно, нужно... То есть типа 80, вообще они хотят. И постепенно спускаться до момента, когда уровень желания мужчины тебя устроит. Когда сравняетесь по возрасту. Да. Год от года. Вот. Либо действительно ты тоже будешь взрослеть, да? Соответственно, терять сексуальность, да? И со временем мужчины перестанут тебя хотеть. Так точно произойдет когда-то. Дряблость возьмет свое. Абсолютно верно. Это не мои слова. Дряблость точно решит проблему. А чьи? Бабушки. Мужчины не такие плохие, да? Ну, глобально, безусловно, оно у мужчин... Мужчины достаточно двоичные. Особенно в раннем возрасте у них действительно бывают сперматоксикозы, да? Так происходит. Но насколько же прекрасны мужчины такие после того, как они кончат, да? Допустим, как вариант. Просить человека подрочить перед общением. Сходи, пожалуйста. Ты что-то меня слишком хочешь. Можешь идти избавиться от этого. Я этим заниматься не намеренно. Я тебя ненавижу. Настроить на позитивный вайфер. Да, да. И, возможно, вот этот мужчина, который будет избавиться от этого желания, тебе как раз будет нравиться. Конечно, это слишком радикально, согласен. Давайте что-нибудь попроще придумаем. Просто ты звучишь, как будто ты услышала где-то слова какой-то взрослой женщины. Ну, знаешь, которые говорят, что мужчины, я ненавижу их, что мужчины много зарабатывают, что я хочу себе богатого мужчину, мне в 20 лет нужно было, чтобы у парня был скутер. и это, ну, ничего не изменилось. Я провела эту мечту до вот сейчас. Нет, 20 лет это, ну, такое твоё было условие. Это было богатство. Нет, я вообще полностью согласен. Ну, там и хотите чего-то? Да, просто я вот не понимаю, как можно не любить мужчин. Ну, то есть, то есть, правда, я вот изнутри чувствую все плюсы, да, минусы тоже есть, но я изнутри понимаю, что они в принципе решаемые, да, то есть, ты можешь прибрать что-то, можешь что-то наоборот, то есть, это может быть со стороны кажется, что всё это неуправляемо, да, то есть, если тебе кажется, что человек может только хотеть тебя, ты можешь правда с этим что-то сделать, ну, правда, есть же много рецептов, да, блевануть, ну, вот, если ты блеванёшь, да, ты сразу же избавишь мужчин от этого. Можно чуть-чуть пукнуть вначале. Чуть-чуть пукнуть, кстати, именно чуть-чуть пукнуть. Так сказать, создать вайб свидания. Да, то есть, не переборщить с этим, потому что обратный эффект тоже тебе не нужен, понимаешь? Да, ресторане могут не открываться окна, или вы, допустим, в подвале, в баре сидите. Да, или в такси, в бизнес, да, нам вообще лучше не пукать. Роману это не нужно. Да. Всё, давайте-то мужчины, они не все отвратительные. То есть, безусловно, в мужчинах есть во многих вот это вот то, что тебе не нравится. Но во многих этого нету. Просто ты попробуй, попробуй всё. Ань, мы тебе помогли. Да, спасибо, теперь я ненавижу мужчин. И мы узнали, что у Ани. Спасибо тебе, Ань, Спасибо вообще всем, что пришли. Классный выпус. Да, приходите каждую среду на офлайн-шоу, там ещё жёстче истории. Субтитры сделал DimaTorzok